здравствуйте дорогие друзья и гости канала после публикации своего предыдущего видеоролика о лечении геморроя я получила еще одну запись от нашего подписчика владимира федоровича белянина об успешном применении пробиотика алин против этого заболевания предлагаю вам для начала ее послушать добрый день сколько себя помню с детства с юношеских лет у меня всегда были проблемы с геморроем особенно стало часто обостряться последние 15-20 лет каждый год буквально 1 5 получались воспаления приходилось применять различные ванночки примочки лекарственные средства уколы и так далее вот более того вот эти же годы стала кровоточить активно почти каждый раз когда ходил в туалет и надо было что-то делать с этой проблемой для иммунитета я стал применять алин и заметил буквально вот через месяц что не стало у меня больших проблем с деморроем а кровотечение в таве только где-то один раз в неделю два раза в неделю ну и то постепенно где-то через два-три месяца это уменьшилось настолько что ну практически там не было ничего уже и через шесть месяцев я вообще забыл думать что у меня была такая проблема в своем предыдущем видеосюжете об успешном лечении геморроя благодаря применению пробиотика алин я высказал свое предположение о том что положительный эффект наступает из-за воздействия фермента субтилезин поскольку геморрой это заболевание напрямую связанная с сосудами то субтилезин попадая в кровь разжижает ее чистят стенки сосудов укрепляет их и делает более эластичными доказывают это как зарубежные так и российские исследования врачей и микробиологов предлагаю вам также посмотреть фрагмент где автор препарата алин доктор биологических наук татьяна николаевна грязнева с помощью бактерий бациллисуптилис и бациллислихинеформис входящие в пробиотик алин разжижает загустевшую кровь коровы на этих фотографиях вы видите резиновые прозрачные трубки с помещенной в них кровью коровы эту кровь целенаправленно загустили и искусственно превратили в тромб для демонстрации его плотности и прочности субстанции трубки обрезали как видите из них ничего не вытекает когда они лежат на дне пустой чашки петри затем в эту чашку налили препарат с бактериями двух видов рода бациллис и оставили на 24 часа по их прошествии были сделаны уже вот эти снимки как видите тромбы уже частично растворены немного подробнее об этом расскажет создатель применимого в опыте препарата известный российский ученый профессор татьяна николаевна грязнева учитывая тот факт что бациллисуптилис продуцирует огромный спектр ферментов я как уже говорила более 70 видов и это ферменты большая группа протоэлитических ферментов амилолитических ферментов мы их назвали комплекс ферментов субтилазы такое новое слово мы сейчас ввели и вот эти ферменты в комплексе обладают таким свойством аналогичным свойством как стрептокиназа такой фермент который способствует предотвращает образование тромбов и в дальнейшем способствует рассасыванию тромбов чем раньше вы начали принимать суп тилис тем раньше вы начали себя защищать от тромбообразования это с одной стороны а с другой стороны если уже есть проблема тромбоза не нужны никакие дорогостоящие препараты против тромбоза тромбофлебита например достаточно каждый день принимать все по одной дозе бацилю суп тилис бациле я имеют бациле суп тилис наше селекционированное и если есть проблемы с сосудами эндотелий сосудов очищается тромбы растворяются и вот эти остатки после растворения тромбов выводится в основном с мочой абсолютно безболезна для человека кроме вот тромбозов сосудов суп тилис оказывает общее воздействие на сердечно-сосудистую систему так как очищает сосуды от шлаков улучшает дыхание эндотелия сосудов способствует лучшему проникновению через эндотелий сосудов например клеток белых клеток крови улучшается обмен между гемоглобином и воздухом который в легких происходит воздухообмен кислородный обмен в общей сложности улучшается обмен веществ практически всех систем организма свой предыдущий видеосюжет я отправила нескольким врачам проктологом с просьбой подтвердить или опровергнуть мое предположение о причине положительного лечения геморроя пробиотиком алине пока я не получила от них ответа но я обязательно продолжу свой поиск в истинном ответе по этому вопросу ведь если мое предположение подтвердиться то отпадает всякая необходимость и в операциях и в неоправданных тратах на малоэффективные препараты которые сейчас доминируют в традиционном лечении геморроя я обещаю обязательно ознакомить вас с результатами своего поиска а на этом я с вами прощаюсь берегите себя и своих близких